Университет будущего Украины По количеству вузов, но не по качеству обучения. Сменили костюмы на спортивную форму после двухчасового совещания. Главы украинских городов и сел вышли на поле и сыграли футбол. Лот впереди. Ведущая по Дей стала победительницей турецкого спецкурса для военных корреспондентов. Вузов на Луганщине станет меньше и появится университет будущего. Об этом сегодня говорили на ежегодной конференции педагогов. Глава обл. администрации Юрий Горбус рассказал, что университет будущего объединит в одном здании несколько институтов. Преподавать там будут зарубежные и украинские педагоги. Таким образом, рассчитывает Юрий Горбус привлечь в Луганскую область лет через 7 иностранных студентов. Сейчас, по словам главы Луганской области, Украина лидирует по количеству вузов, но отстает в качестве обучения. Швеция – 48, Германия – 427. В Германии живет 83 миллиона населения. Если брать на миллион населения, Украина стоит на первом месте по количеству высших вузов. Я провел собеседование, на котором участвовало 80 человек в течение двух месяцев. Длилось от 10 минут до 40 с каждым человеком. У многих было в 30% было по повышению образования. От 22 лет до 35 лет. Из 80 человек я еще не взял никого на работу. Также на конференции обсудили дошкольное образование на Луганщине. Дефицит мест в детских садах. В своей очереди ожидают около 900 малышей в возрасте до 3 лет. И хотя, по словам директора Департамента образования, к 1 сентября откроют еще несколько дошкольных учреждений, ситуацию это существенно не изменит. У Папаснянскому району створено один НВНК, у Марківському району відкрито один ДНЗ. Черга сьогодні у нас є, на жаль. Вона складає 849 детей. Новопсковский район – 333, Рубіжний – 247, Сватівский – 98, Кременский – 94, Марківский – 56, Чмирівська – ОТГ – 38, Станично-Луганський район – 29, Новоядарський район – 12. Собрание городских и сельских глав прошло в Сватово. Обсуждали децентрализацию и проект государственного бюджета на 2018. А после сменили пиджаки на спортивную форму и отыграли всеукраинский турнир по футболу. Подробности смотрите в сюжете. Их 24 мэра и поселковые головы Украины. Два часа в Сватовском гурсовете говорят о насущном. Обсуждают проект украинского бюджета на 2018 и законопроекты по децентрализации. Представители Луганщины готовы предложить парламенту их подкорректировать. Мы вынесли на заседание сборей несколько очень важных законопроектов. Они загальны для этой страны. Специфика по Луганской области – это некоторые населенные пункты которые не отримуют надходжений от земельного податка и податка на нерухомое майно в связи с тем, что законно они звольнены, те, что находятся на линии заткнений. И это несет певные втрати для местных бюджетов. Мы хотим запропоновать парламенту соответствующие изменения, чтобы была компенсация на развитие инфраструктуры этих громад. Пока изменения не внесены, бюджеты прифронтовых районов продолжают терять миллионы, подтверждает Попаснянский городской голова. На сегодняшний день только за 17-й год у нас уже недолг 3,5 миллиона. А если изменения в законодательстве не внесут и не вырешатся питание в 18-м году, то это будет больше 8 миллионов. Дело время. Совещание закончилось. И главы городов и поселков меняют пиджаки на форму. Впереди их ждет участие во всеукраинском турнире по футболу. На городском стадионе Нива, кроме команды мэров, играют еще три. Футбольная команда военнослужащих ВСУ и две команды ветеранов футбола Сватова и Купенска Харьковской области. По итогам встречи победителями всеукраинского турнира стали ветераны футбола из Купенска. Команда мэров городов Украины заняла второе место. Вимушенный особистым прикладом поряд своими друзьями, членами сборной команды мэров мэров Украины играть, показывать приклад и делать все, чтобы физкультура и спорта занималось наше население, чтобы украинцы были здоровы с телом и духом. Мы рады о том, что игра у нас состоялась. Я рад, допустим, как человек, как гражданин, о том, что есть люди, которые заботятся о молодежи, которые думают о будущем, о том, что война, она все равно когда-то закончится. Хотелось бы, чтобы она закончилась как можно быстрее, и мы жили мирно и дружно. Увидеть чиновников не в кабинетах, а на футбольном поле – это праздник, говорят болельщики. Организовали, провели турнир Ассоциация городов Украины и Сватовский горсовет. Валентин Сычев, Андрей Бригидер, ПОДИЕМ. Журналистка Луганщины, победительница турецкого спецкурса для военных корреспондентов. Четыре девушки и 19 парней из Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирака и Украины прошли 12-дневное обучение в Анкаре. Гранаты, дымовые шашки, бомбы, слезоточивый газ, выживание на воде и в горах – все это прочувствовали на себе и две сотрудницы телеканала ЛОД – Светлана Попова и Виктория Лапко. Ведущая ПОДИЕ Светлана Попова стала первой девушкой-победительницей за 11 потоков военных курсов. ВЕСЕЛА ПОДИЕ СЕРГИЙМЕР ВЕСЕЛА ПОДИЕ СЕРГИЙМЕР Вот примерно вот так выглядят журналисты после того, как побывали на мирной демонстрации, которую разогнали водным минометом. Когда корабль потерпел крушение, нужно было доплыть полкилометра до берега. Все справились с заданием. Газ, гнол! Окей! Что нам тут? Чит! Не надо слишком! Газ, гнол! Газ, гнол! Газ, гнол! Газ, гнол! Газ! Газ! Иван! Газ! Газ! Сидим вот, да, ждем диверсантов. Вообще, если честно, немного холодно. Ветер очень сильный. Ветер очень сильный. Теперь, когда ты знаешь все методы выживания, то есть это большая гарантия того, что ты вернешься домой к своей семье и еще привезешь классный материал. Классный детальный материал о своих приключениях в Турции Светлана Попова пообещала показать уже в субботу в итоговом выпуске подии в деталях 18.50. А подии на этом не заканчиваются. Во второй части выпуска мы расскажем о таком. Юношеская сборная Украины по прыжкам в воду тренируется на Луганщине. Первое желание, это, конечно, это база, это то, что мы все равно вернулись на свою землю, в свой край. Перетягивали канат, играли в теннис и волейбол. Впервые Белокуракинская громада организовала сельскую спартакиаду. Наша команда в эстафете выиграла. Вот футбол выиграли. Я надеюсь, победа будет за нами. Боевики объявили охоту. Кто рассыпал в Луганском небе поздравительные открытки ко дню независимости Украины. Главарь террористической ЛНР Плотницкий ждет зиму с надеждой, что Киев снова будет покупать уголь у оккупантов. Культура с привкусом пропаганды. Как боевики развлекают жителей оккупированных территорий. Подробнее об этом в нашем традиционном обзоре. В Луганском небе рассыпали поздравительные открытки ко дню независимости Украины. Об этом пишет интернет-портал новости.юа. 23 августа украинские партизаны необыкновенным образом поздравили жителей оккупированного Луганска с днем независимости Украины и с днем шахтера. Несколько беспилотников без проблем преодолели российскую противовоздушную оборону. Сбросили большое количество листовок, несколько тысяч. И приземлилась на базу с огромным запасом данных аэроразведки, которые потом будут использованы вооруженными силами Украины. Боевики уже объявили охоту. В так называемом МГБ непризнанных ДНР и ЛНР российские кураторы с ФСБ проводят масштабное расследование. Тем временем жители захваченных городов Луганщины тоже передали поздравления украинцам. На городских зданиях в Рустальном ранее Красном Луче появились надписи «Зи святом украинце» и «Кохай Юа». Главарь террористической ЛНР Плотницкий ждет зиму с надеждой, что Киев снова будет покупать уголь у оккупантов. Об этом пишет «Остров». Главарь боевиков Игорь Плотницкий убежден, что Украина снова будет покупать уголь с захваченных территорий. Об этом он заявил во время своего поздравления с Днем Шахтера, которое опубликовали местные ручные сепаратистские СМИ. Главный террорист заявил, деньги из воздуха сделать можно, а уголь только поднять на горы из-за боя. Поэтому надежная союзница зима скоро все расставит на свои места, добавил он, пообещав якобы заботиться о каждой шахте. Ранее сообщалось, что украинская государственная компания «Центрэнерго» договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Ряд украинских ТЭС заявили, что переходят на газовый уголь вместо антрацита. Культура с привкусом пропаганды. Как боевики развлекают жители оккупированных территорий? Боевики так называемой ДНР устраивают местному населению развлечения, приглашая на концерты российских звезд прошлого. Об этом сообщает издание «Пресс-центр» со ссылкой на сюжет «Радио Свобода». В частности, на оккупированных территориях выступают Олег Газманов, группа «Стрелки» и Данка, который даже написал песню, посвященную погибшему террористу Мотороли, называя его героем. Главная задача боевиков – не развивать культуру, а пропагандировать среди молодежи приверженность к России и ненависть к Украине. Однако дальше захваченных Донецк и Луганск российские звезды обычно не ездят, поэтому жители районов рады и местным артистам. Жители оккупированных территорий просто не имеют выбора. Им приходится довольствоваться тем, что нравятся верхушки террористических ЛДНР. Люди, которые живут в военных условиях и боятся лишний раз выходить на улицу, радуются даже таким развлекательным мероприятиям. И к спортивным подием. Юношеская сборная команда Украины по прыжкам в воду проводит тренировочные сборы в Кременной на спортивной базе «Олимп». Вместе с ними приехали воспитанники Киевской детской и юношеской спортивной школы. Место для 10-дневных тренировок, говорит главный тренер. Пловцов выбрано не случайно. Сама Тамара Токмачева, как и многие спортсмены, родом из Луганска и области. Как проходит тренировочный процесс в репортаже нашего журналиста. Юношескую сборную Украины тренируют среди высоких сосен на стадионе, в тренажерном зале и бассейне спортивного комплекса «Олимп». Мне тут нравится тем, что нас тут хорошо накачивает и дает правильную форму. Мы оббегаем кроссы, ходим в тренировочный зал, ходим в борцовский зал, в бассейн. Мы все равно вернулись на свою землю, в свой край. Мы рассматриваем эту базу как базу подготовки юношеской команды и вот таких детей с города Киева, для того, чтобы им показать вживую, что такое лошади, какие мы имеем прекрасные леса, какие имеет прекрасные традиции Луганская область. Такого в Киеве нет, говорят воспитанники Киевской спортивной школы. Главным плюсом называют чистый воздух. Мы живем как бы в лесу, и здесь очень хороший воздух, какого нету в Киеве. Здесь есть конюшня, в которой мы уже были. Там очень красивые и очень добрые кони. Мне очень сильно нравится в криминальной тренироваться. Здесь очень хорошая база, свежий воздух, свежий воздух полезен спортсменов, очень хорошее питание. София – золотой призер чемпионата Европы 2017 по прыжкам в воду. Сейчас живет и учится в Киеве. А вот ее родители, говорит спортсменка, остались в Луганске. Я же каждый год домой к родителям. Иногда я им помогаю финансово, когда у них задержки зарплаты или еще какие-то проблемы. Если раньше на базе «Олимп» тренировались исключительно футболисты, боксеры и легкоатлеты, теперь она подготовлена для многих других видов спорта. Это результат той последовательной стратегической работы, которую выбрало областное руководство по созданию спортивной базы олимпийской подготовки. Очень приятно и вселяет оптимизм то, что за короткий срок здесь были построены такие объекты, как бассейн, как зал для общефизической подготовки. Сегодня здесь для сборов общефизической подготовки мы можем принимать не только прыжки в воду, но и многие другие виды спорта. Тренировочные сборы по прыжкам в воду продлятся 10 дней. После этого пловцы юношеской украинской сборной и их тренеры вернутся на свою основную базу в Киев. Валентин Сычев, Сергей Иванов, Падеи. Сельская спартакиада в Белокуракинской громаде. Участвовали все села, а также местный военкомат. Соревновались 12 команд по 6 человек, в каждой от школьников до пенсионеров. Эстафета, перетягивание каната и другие виды спорта. Кроме эстафеты и перетягивания каната, 70 спортсменов соревновались в настольном теннисе, мини-футболе, волейболе и дартсе. По условиям спартакиады в каждой команде 5 мужчин и одна женщина. Мы решили сделать такой почин, провести спартакиады на спортивное село. Но так как у нас это первое соревнование, мы взяли всего по 6 человек с командой участвовать. Спартакиаду организовала Белокуракинская громада. Участники – села и местный военкомат. Это сближает коллектив наш. Также молодежь на нас смотрит. Мы показываем, что сбройные силы Украины не только могут выполнять свои поставленные задачи, но и участвовать в таких мероприятиях. Виолетта из села Лызина о военной карьере пока только задумывается. Сейчас она второкурсница в Академии сухопутных войск. Мне очень приятно поиграть в этих соревнованиях за нашу команду. Я надеюсь, что наша команда выиграет. Так как я мало провожу в этом селе, мне очень приятно сделать что-то хорошее для него. Наша команда в эстафете выиграла. Футбол выиграли, а дальше будет выиграть. Я надеюсь, победа будет за нами. И интуиция Сергея не подвела. Действительно, первое место заняла команда из села Лубянка. Второе – у спортсменов из Поповки. А третье – у курячан. Победителям кубки и медали, всем участникам – кулеш от организаторов. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк. Пуди. На сегодня это все новости. О чего нам ждать от погоды завтра, знают синоптики. Во вторник, 29 августа, на Луганщине ожидается переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами гроза. Днем будет без осадков. Ветер северо-западный – 7-12 метров в секунду. Ночная температура воздуха – 11-16 выше нуля. Днем – плюс 18, плюс 23. В северодонецке дожди ночью и без осадков днем. В ночное время суток на термометре 12-14 тепла. В светлое время – до плюс 21 градуса. Кратковременный дождь с грозой ночью стоит ожидать жителям Луганска днем. Без дождей – плюс 13-15 температура воздуха ночью. Днем потеплеет до 21-23 градусов. Мы всегда открыты для вас. Если вы стали очевидцем чего-то интересного, готовы рассказать об этом с места событий или просто владеете актуальной информацией, звоните. Телефон по ДИИ 050-328-8644. А самые свежие новости о жизни Луганщины узнавайте на нашем сайте LOD LG UA. Больше информации в утренних выпусках по ДИИ в 7.38-30 утра с Екатериной Тыриной. А мы увидимся с вами завтра на телеканале LOD. Приятного всем вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова